Наелся и спит. Здрасте друзья, всем привет уленьки. Мы продолжаем играть в 22 ферму на NF марш. И у нас наступил апрель. На балансе у нас минус 36 тысяч. Это даже при условии того, что мы продавали животных. Было новое потомство, которое продалось. Но мы все равно в диком минусе. Потому что цена производства у нас уже доходит до 50 тысяч в месяц. И амортизация в недвижимости уже 36. То есть все растет и растет. Ну что, давайте друзья строить тогда планы. Что нам надо делать и как вернуть деньги. Я единственное тут уже скосил наше 45 поле. Урожая стало чуть побольше по карте урожая. И запустил товарища, который это все делал, травку эту всю собирает. Ну потому что он реально долго ездит. И в общем-то было время его запустить покататься перед записью. Нам же друзья, надо сегодня обеспечить наше производство. Хотя бы на один день, чтобы они работали. То есть то, что вот силостная башня, силостная добавка через день и 6 часов. Заканчивается. Это не страшно. Это уже завтра будем решать. Надо вот эти вот желтенькие все починить. Сепаратор, производство удобрений, компостер и производство удобрений. И все будет нормально. Также друзья, я взял 3 контрактика на удобрения. Может еще что завезли? Нет. Не завезли. Одно лишь тюкование, которое так не хочется делать. От которого, которое так надоело. Но есть подозрение, что придется. Так вот, нам надо сегодня обслужить вот эти вот производства. Хотя бы. Кстати говоря, что у нас здесь? У нас здесь травы 905 кубов. То есть сильно много уже не влезет. Надо отсюда ее вывести. Вывезем не проблема. Погнали к нашим, в общем-то, возилкам смотреть, кого куда будем отправлять. Начнем, друзья, с контрактного вот этого чела. Что у тебя тут осталось по удобрениям? 5 кубов у него тут осталось всего. Не то чтобы прям много. С другой же стороны, на нашем производстве удобрений уже есть 12 кубов удобрений. Я думаю, на одну заправку ему как раз и хватит. 10 кубов на одну заправку мы тогда возьмем. 5 эти он потратит. Я думаю, нормальный план, да? Давайте начнем с 21 поля. 21 поле должно хватить. Так, парковаться по завершению тебе, друг, не надо. Едешь ты тогда на 21 поле. Оно вроде маленькое. И пополняться удобрениями ты уже ездишь не на закупку, а на семена удобрения, производство удобрений, загрузка. Но и удобрениями. Загружаешься и включаешь курс плей по прибытию. На курс плей мы тебя сейчас настроим. 21 поле. Оно совсем небольшое. Генерируем здесь маршрут. Блин, не очень круто, что у него первая вот эта вот полоса, когда он на проходы пойдет, она будет самой такой смазанной. Давайте мы попробуем его вот отсюда запустить с другого места. И все, у него последнее будет смазанное. Соответственно, мы его когда уже сможем рубануться, там уже контракт, скорее всего, будет выполнен. Давай, друг, погнал. Едь, удобряй. Деньги нам сейчас нужны, как никогда. Также, друзья, одного мана вывозить траву из нашего ферментатора. Мы его отправим на 9 поездок. Он вывезет, получается, 540 кубов где-то. 530. Вроде должно быть нормально. Вывозить прямо из башни будем, туда можно ее засыпать и можно и выгружать тоже. Отвозить временно будем на элеватор. Мы еще не поставили там склад тюков, которые я все уже давно собираюсь, да все никак не поставлю. Давай, езди, вози траву. Далее. На производство удобрений нужен навоз. Поэтому вот ты, наш черный товарищ, сделаешь два рейса и вывезешь весь навоз оттуда. Навоз ты будешь брать на свинарнике навоз. Как ни странно. Кстати, он тоже траву... А, он вывозил траву с элеватора последний раз. Повезет, что этот навоз, соответственно, на производство удобрений выгрузка. И возить тебе нужно навоз. Навоз. Два раза. Давай, погнал. У тебя все получится. Далее. Из маны кто еще? Солома компостер. Есть у меня подозрение, что лучше, наверное, туда травы закинуть. Сколько у нас соломы-то осталось? А, 250 кубов у нас соломы осталось. Прицеп, в принципе, отвезти можно. Просто, чтобы еще и свиньям-то нашим хватило. У свиней еще 100 кубов. Я не помню, сколько мы им тогда завезли. 200, 250. Довозили ли мы потом, я уже, честно говоря, забыл. И на сколько им этого 100 кубов хватит? Вообще, раз не показывает, что заканчивается, значит, больше, чем на два дня. Или все-таки один прицеп. Мне бы его, конечно, больше хотелось именно 50 кубов отвезти фуражником. Мы так и сделаем. Значит, пока что отбой здесь. И остаются всякие жижи. Давай, друг, для начала три раза ты съездишь за жидким навозом. Блин, бочку надо покупать с ручником. Где же взять на все это деньги? Кстати, навоз у нас же еще в сепараторе должен был появиться. Сейчас посмотрим. Так вот, свинарник, жидкий навоз. Семена, удобрения, производство удобрений, выгрузка. И возишь жидкий навоз. Три раза. Погнал. В принципе, не так много удобрений он тратит, на самом деле. Но это, правда, и поле-то небольшое. Но с минимальной дозировкой, да. Сейчас будем отслеживать 99-100%, чтобы сразу вырубить, чтобы лишнее ничего не тратить. И контракты будем сразу принимать. И вот как вот 99%? И вот последняя проходка, видите, она узенькая. Он будет все равно рассыпать все. Было бы наше поле, рассыпал бы меньше. Но здесь этих датчиков точного земледелия, они не работают. Анализа в почву нету, поэтому имеем то, что имеем. Оп, 100%, сразу же снимаем. Да, сегодня мы в таком вот режиме экономии. Ну и контракт этот мы принимаем. 8000 всего за него получаем, но лучше, чем ничего. Поле номер 3. На очереди у нас поле номер 3. Оно уже побольше. Здесь тоже немножко именно верхний проход. Ну ладно, ничего страшного. Давай едь, удобряй его. Тоже постараемся отследить. И тем временем у нас все катаются, у всех все в порядке. Да, друзья, наверное, надо брать контракты на тюковку. Я думаю, самые жирные возьмем. Давайте вот 41-е, 47-е, 48-е, 60-61, 74-75 вот эти пары. Остальное, ну 9-10 еще можно взять. Точнее 9-е тоже так себе там еще и поле кривое. Давайте 10-е еще тоже возьмем. Только я даже не смотрел, где сено, где силос. 10-е поле силос, 41-е сено, 47 силос, 48 сено. Это не очень круто. 60 силос, 61 сено. Тоже не круто. То, что они просто разные. И 74-75 тоже силос, сено. Да, нарочно не придумаешь. Ладно, тогда что мы делаем? Вот эту косилку мы запускаем. Давайте с 75-го, 74-го поля начнем с тех краев. Ты у нас пойдешь на поле 75, у нас сено получается. Ты для сена будешь у нас косить. Опять тюки, друзья, опять тюки. Вы бы только знали, как я на них уже вот не могу смотреть. Черт, я забыл поменять, ему 3 метра сбрасывается постоянно. Он и генерирует долго, и нам надо 9 метров здесь на самом деле. Во, совсем другой разговор. И парковаться по завершению тебе опять-таки не надо. Применить. Погнал. Давай, едь. И есть, друзья, у нас еще одна косилка. Мы к ней подцепим вот эту вот тюкалку. Она у нас как раз и заправлена, и починенная. Прям вообще лепота. Но он после покоса как раз и ездил заправляться. Такс, и ты у нас тогда поедешь на поле 74. И будешь выкашивать его, и парковаться по завершению тебе тоже не надо. Поле 74 у нас соседнее. Давай с него тогда и начинай. Давай, погнал. Так, кто-то у нас исчез. Производство удобрений и жидкий навоз. Навоз у нас исчез, который МАН должен был привезти, да? Он один прицеп туда отвез точно. А второй? Второй не отвез. Второй будет немножечко неполный, но ничего страшного. Вот они удобрения из навоза и жидкого... Из навоза и жидкого навоза, да, мы делаем. Навоза 93 куба есть, все, оно исчезло из списка. Или не исчезло? Нет, оно не исчезло один день 22 часа. Ну, в общем-то, добьем, и оно прям даже исчезнет. Ну и, друзья, Вольва тогда тоже наша поедет сегодня работать. Опять будет возить тюки. А что поделать? Не мы такие, жизнь такая. Начинать мы будем с Силоса. Так, Солом мы возим на животноуческую базу, а Силос мы возим на биогаз. А Силос тоже животноуческая база. А с 10-го поля на биогаз юг. Эвана, как в разные места. Ну, начнем, значит, с животноуческой базы. А 10-ое поле будем тогда последнее тюковать. А Силос будем продавать. Мы уже не внуждаемся в этих излишках. Автовыгрузка тебе ставим тогда позади. Возить ты у нас сейчас будешь круглой тюки 125. Загружаться ты у нас сейчас будешь на поле 74 получается. И выгружаться на животноуческую базу. Точки продажи животноуческая база. И курс плейте тоже включить. И можно сразу его, кстати, и сделать ему. Поле 74 отметить. Но запускать его смысла пока что нет. То еще там даже ничего не началось. У нас тут, кстати, на самом деле еще есть что продать. Но придется возить поддонами. Чего тоже делать очень не хочется. То есть 500 тысяч вроде как даже и лежит, да? На складе. Так, кто он? А, прибыл к полю номер 75 и обслужился сразу. Вот это засранец. Может с косилок вообще нахрен это повыключать? Из того, что вот не влияет. Оставить, например, на сейлке, на комбайне автопочинку. А те пускай ломаные ездят. Ну, медленнее чуть-чуть будут ездить. Ничего страшного. Причем мы, кстати, вот эту сейлку собирались продать. Может ее прямо сейчас и продать? Не купить вместо нее вот этому трактору прицепчик в возилку. Еще у нас продажа поддержанного транспорта. Есть вот такой замечательный маккормик. Такой же, который у нас с косилкой ездит. Но я не хочу ей поддержанную технику брать, если честно. За нашу сейлку нам дадут 46 тысяч. Но если перейдя в магазин, дадут чуть больше. Какой прицеп взять к этому трактору? Я хз. Я хотел что-нибудь кубов на 20. Но я еще, друзья, хотел, чтобы этот прицеп можно было покрасить в синий цвет. 12 кубов. Крамп. Но он не красится в любой цвет. Такую телегу бы на самом деле. 8 кубов, правда, всего. Видимо, придется все-таки брать вот этот зеленый. 18 с половиной. Вот этот Рудольф мне не очень нравится. Хотя его можно даже расширить. И вот этот 19,6. Оранжевый цвет можно покрасить. Мы пока что задумываем, что он будет парковаться задом. Поэтому подкатная тележка это не вариант. Цвет покрытия вообще не важно. Короче, вот такой прицепчик. 31 тысячу мы рассчитываем. Будем брать, наверное, для этого трактора такой прицеп. Единственное, что вот он синий. Мне это как-то не очень сочетается, да? Но ничего страшного. Кто-то у нас там еще куда-то доехал. Наверное, косилка, потому что начала косить. И делать круглые тюки. Так, этому товарищу 5 минут работать. Сегодня еще 4,5 куба удобрений есть. Все нормально, все путем. Да, косилка уже косит во всю тюки. Мотает. Короче, видимо, я здесь застрял. Опять-таки с этими тюками, друзья. Сейчас там все докатаются. Потом еще отправим на сепаратор возить. Там тоже дохрена ему. Надо туда привезти. На сепараторе дегистат перерабатывается в больших количествах. Там 10 кубов в час. То есть 24 куба. То есть 240 кубов в сутки он будет там переваривать. Но, разумеется, дегистат у нас рано или поздно закончится. Поэтому производство там будем оставлять. У нас только не производится его. Вот. Ну и мы встретимся тогда, когда что-нибудь будет интересное. Что-нибудь изменится. Или что-нибудь будем делать, кроме этих сраных тюков. А еще ж, друзья, я забыл про то, что у нас сорняки выросли на наших полях. От них же тоже надо избавиться. А я тут, короче, знаете, что подумал? Вот это читерский способ с мотыгой, а потом гербицидами для эко-счета. Без траты гербицидов. Это, ну, такое себе. Поэтому будем по фэншу играть. Ладно. Просто будем их душить нашими гербицидами. Поэтому вот этого товарища мы тоже отправим в работу. Он не сильно много гербицидов потратит. А в случае чего сможет съездить заправиться на наш сепаратор. Там же, наверное, уже что-то появилось, да? О, уже 2500 литров гербицидов есть. Навоза 23 куба есть, кстати. Можно и навоз тоже скинуть будет в производство удобрений. Да, потом мана тоже отправим. Когда он перевезет туда. Возможно, кстати, вот он и возвращается сейчас. Так что отправим. Тут навоз забрать. Так вот, тогда мы тебя давай есть. Опрыскивай. С острой полосой. Я сказал, с острой полосой. Вообще, в теории, ему, конечно, всего должно хватить. Но в случае чего, если вдруг не хватит. Кстати, третье поле. Третье поле. Отставить. Не тратить наши драгоценные удобрения. Контракт принимаем. Еще 16 тысяч получаем. Прекрасно. Далее поле 55. Отправляем его туда. Тоже первая полоса будет смазанной. Не круто. Лучше последнее. Во, вот так вот сделаем. С другой стороны, он начинает работу. И тогда все нормально. Давай, едь туда. Единственное, он сейчас захочет съездить, заправиться. Потому что у него 33% всего в бункере. Но мы ему скажем, что не надо этого делать. И он не поедет. Он у нас послушный. Это же оранжевая вальтра. Нажимаем на волшебную кнопочку. И он едет сразу удобрять. Если у него там закончится удобрение, тогда уже пускай ездит, пополняется на наше производство удобрений. А мы возвращаемся к нашей поливалке. Черт, она еще разложилась, потому что я в панике работника нажал. Дело в том, что на геймпаде одна и та же кнопка нанять обычного работника и кнопка назад из меню. Так в общем, ты едешь на поле 34. И едешь его удобрять. И парковаться тебе по завершению не надо. Все, погнал. Не удобрять поливать гербицидами. Сырники травить. Все, ты справишься. Да, ман у нас, который на воз возил, вернулся. Поэтому мы его запустим еще на одну ходку. Забрать этот самый навоз. Мы, кстати, не проверяли, работает там точка или нет. Но должна работать. Одна поездка. Давай, погнал, потом паркуйся. Ну и какие-то тюки у нас уже, кстати, на поле появились. Поэтому, наверное, можно отправить туда работать. Вольву эти самые тюки собирать. Давай, друг, тоже погнал. Мы тебя настроили, у тебя все получится. У меня, если честно, уже появилось желание здесь все затюковать. И чтобы это было намного быстрее. Но, ладно. Пускай катается, есть он, не просит. Здрасте, еще раз. Апрель, друзья, у нас все еще идет. 12.30, идет дождик, неприятная погода. У меня осталось висеть 4 контракта, которые были на сено. Силос вот только что закончил. С сеном, друзья, уже тоже почти все закончено. Последнее 41-ое поле у нас сейчас вот дотюковывается. 16 минут осталось. И 4 минуты вот доволковать. Он уже последний проход ведь делает. Осталось эти тюки только вывести. В общем-то, Вольву-то я на это дело и отправил на 75-ое поле сначала. Плюс у нас еще вот 41-ое затюкован, 48-ое, еще какое-то было. А, 61-ое. Вот. Все наши производства обслужены на один день. Хватит. Потом будем разбираться уже по факту. Единственное производство удобрений дегистат. Но, на самом деле, я случайно отвез дегистат сюда из навоза дегистата линию. Поэтому запустил. Накосячил там, в общем-то, забыл, что была включена смена доставок. И поэтому один прицеп дегистата сюда ушел. Ну, в общем-то, пускай тогда сделаются удобрения здесь. Чуть быстрее. Удобрения уже есть 10 кубов. Хотя 10 кубов мы отсюда уже успели вытащить на посыпку полей. Также, друзья, сегодня, 11 октября, обновился модик на контракты на известь. И там написано, что исправлена проблема с вот этим вот зависанием полей, что там прекращается рост культур. Я его, в общем-то, обратно подключил. Поэтому на сайте я его обновил. По ссылочке в описании. Если что, можете его оттуда свеже взять. Если вы до этого времени, конечно, этого не взяли. Потому что серия, хрен пойми, когда выйдет. Ну, что я вообще включился, друзья? У нас появились деньги. Опять-таки, 211 тысяч на контрактах мы сегодня... Что мы сегодня подняли вообще? Во-первых, продано тюков силоса. У нас получилось на 84 тысячи. Это прям хорошо. 252 тысячи на контрактах. Плюс еще что-то сейчас поднимем. Так что все будет четко. А раз у нас появились деньги, давайте поставим склад для тюков. Давно хотел. А, и наше 45-е поле, друзья, шеще, то точно. Я с него собрал всю траву. Она уже вся выехала. И запустил сюда мульчера. Травы собрали чуть больше, чем при первом покосе. И трохи у нас из-за этого уже поднялся наш эко-счет. 64 он стал. Теперь у нас здесь по максимуму идет удобрение. Но я, друзья, знаете, что еще хочу сделать? Я хочу это поле пересеять. Нашей новой сейлкой. Поднимем культивацию. И потом еще запустим... Пройтись опрыскиваться для контроля сорняков. В теории тоже должен будет подняться. Ну и известью, разумеется, тоже надо будет посыпать. Возможно, кстати, даже и прямо сейчас мы это запустим. Точнее, после мульчера. Ему как раз всего 13 минут осталось работать. Так что тут все четко. Вот такой вот план. Это все не очень интересно. Там везде будет курс плей работать и долго. А нас, друзья, интересует в первую очередь склад для тюков. Вот на эту площадку я его специально оставил место. Такие вот склады для тюков нового типа по 120 тысяч. В одном написано 124 миллиона литров, в другом 17. Но в описании они одинаковые. И, судя по всему, отличаются лишь цветом крыши. Я, кстати, узнал, что такое вот это вот FETCHK. По-моему, это по-русски здесь переведено. Это просто цвет региона, который... Цвет крыш зданий, который используется в этом регионе в реальной жизни. И красный стандартный. В общем, они ничем между собой не отличаются. Давайте мы поставим красный. 24 миллиона литров. Мне почему-то хочется, чтобы он был побольше. Я не знаю, правда, будет ли он на 24 миллиона литров. Поставим его вот сюда. Единственное, посмотрим, чтобы дерево не влезало. Ну, вроде как вот так вот залазить не должно. Давайте его пихнем вот так. В принципе, можно, знаете, даже 2 пикселя отступить. Места мы тут много оставили. Все, готово. 120 тысяч у нас еще минусанулось. Все. Дядя, а что ты не уехал домой? Ты ж, у тебя же должно стоять припарковаться. У тебя не стоит припарковаться. Я понял. Домой едь давай. То он завершил работу и... Так, а вот эти вот тюки надо пособирать. А то у меня он вчера даже утопился один раз на 74-м поле, который вокруг собирает. Сейчас по-быстрому пробежимся. Вокруг поле, которое соберем, самое опасное, руками. И вот этот. Вокруг поле собрали, самое-таки опасное. Остальное друг сам. Надеюсь, он не утопится. Мы возвращаемся к нашему складу для тюков. Значит, вот здесь у нас выгрузка, вот здесь у нас загрузка. Загружать-выгружать можно тюками или россыпью. Нам главное разгрузку сделать и все. Ну и загрузку. Мы это все будем возить по автодрайву россыпью. С тюками играться не хочется мне. Хотя, конечно, вместительность там явно больше. И наш прекрасный друг, писатель автодрайва. О, у нас тут даже поворотик остался. Какой я дальновидный, а? Я думаю, мы сделаем один проезд и на одной линии поставим два триггера. Две локации, две точки. Соединяем вот это. Вот так вот. Прибыл на парковку, молодец. Мы здесь делаем вот так вот побольше угла, чтобы он попал прекрасно здесь. И на мане, и на тракторе. Наверное, вот эту точку мы сделаем склад тюков загрузка. Во. А дальше проедем. Начнем здесь вот так вот выворачивать. И вот эту точку сделаем как склад тюков выгрузка. Склад тюков выгрузка. Отлично. Ну и выезжаем вот отсюда мы. Места здесь всем хватает. Выезжаем на нашу основную линию. Все вот это вот соединяем. Вот так вот. Ну и вроде как все. Давайте еще только вот эти вот точки мы закинем в папочку. Папочку БГСевер, да? Бега северная. Отлично. Давайте подцепим вот этот вот прицепчик к нашему трактору. И отправим его на парковку. Он не может доехать отсюда на парковку. А если мы тебя вот отсюда отправим, отсюда он доехать может. Ну и доезжай. Ну и давайте проверим работоспособность всего этого дела. Сколько у нас здесь травы еще влезет. Много влезет. А давайте мы даже далеко ходить не будем. Выгрузим силоса туда. Отправим вот этого товарища. Сделать две ходки. Загрузиться на башне. А выгрузиться на складе тюков выгрузка. И отвезти туда силос. И два раза. И давай едь. На самом деле можно еще посмотреть, чтобы там маны работали нормально. Отправить одного мана, отвезти туда что-нибудь. Да, травы можно отвезти. Сколько мы кстати травы на элеватор привезли, а? Миллион триста шестьдесят шесть. Так мы здесь много травы привезли. Давай ты короче съездишь. Отвезешь один прицеп травы туда. С элеватора. Двигается к станции техобслуживания. Ух ты ж у него 73%. Как он до этого дошел? А вот этого чувака отправим. Эту самую траву оттуда забрать. Обратно привезти. Чтобы посмотреть в обратном направлении. Чтобы оно все работало. Или давайте даже, знаете, наоборот. Блин, их в табе нету. Я попасть на них не могу. А, ну тогда будет так, как сделали. Ну пускай съездит починится. Заберет травы, уедет и мы посмотрим. Так, у нас мульчер приехал обратно. Раз мульчер приехал, давайте посыпем наше 45 поле известью. Пока что известь мы не делаем, поэтому он поедет закупаться. Этой самой известью. Я кстати говорил, что под... А, да, говорил. Контракты на известь вернулись. Правда их сейчас нет. Вот рукой, вот такой у тебя маршрут. Давай, едь, в общем-то, работай. Че уж тут. И через минуток пять отправим еще, друзья, нашу сейлку. Вот эту вот классную. С культивацией. Чтоб она засеяла туда траву. Вроде как это должно будет сработать, правильно? Так, фасттрек прибыл на парковка тюкалка. Давайте-ка мы, во-первых, из стаба повыключаем те, кто не нужен. И все, ты выключался и потерял всех. Надо же посмотреть, чтобы здесь у нас все работало. Так, он у нас загрузил силос. Наверное, не первый раз уже, да? Да, он не первый раз. Все, у нас здесь появляются тюки. 50 тысяч он сюда загрузил. Прекрасно. Выгрузится, припаркуется тоже. Силоса у нас, получается, будет много. И у нас осталось еще 77 тысяч. Надо их тоже потратить. Жгут карман, знаете ли. Правда, сейчас вот извести загрузим. Семена удобрения. Хотя там, наверное, немного будет на траву. Семян и удобрения немного там идет. Так, этот загрузился. И просто к тому, чтобы они там нигде не спотыкались, нормально заезжали. Хочется, знаете ли, проверить, удостовериться, что все работает. Тоже двигается к станции техобслуживания. 81%. Друзья, а что с вами случилось? Как это вы так? Или это все дождь? Сколько у этого у нас? У этого 8% всего. Этот починенный нормально. Ну, в теории, наверное, может же такое быть, да? Дождь технику портит. Но он же под крышей всегда стоят. Непонятно. Ну ладно, пускай и, в общем-то, развлекаются. Ну, этот грузит известь. Деньги наши улетают. Ладно, известь на самом деле не такая дорогая, как могла бы быть. Хотя, кстати, на 45-е поле ее надо будет немало, с учетом того, что она вообще не посыпана известью. Еще обслуживание техники дорогущие. 50 тысяч всего осталось. На известь 10 тысяч потратили. Прекрасно. Надо посмотреть, чтобы наши маны здесь нормально поворачивали. И нормально здесь заезжали. Ну, этот товарищ паркуется. У него все хорошо. У нас отработали вообще все вот эти ребята. Поэтому они все грязные, все в траве. Можно их, кстати, и помыть. Они больше работать не будут у нас до следующего покоса. А следующий покос у нас когда? В июле. Три месяца еще. Хотя, если будет какая-нибудь уборка, где будет солома, придется тюкалку отправлять. Или фуражника, пока не знаю. Че там наш ман первый как раз вот доехал. Нормально, он здесь поворачивает прям как надо. Идеально. Это же тот, который нам привез траву, правильно? Да, он привез нам траву. Здесь не сильно большой триггер, я вам скажу. На выгрузку. По крайней мере, нарисован. Возможно, точечку надо будет пододвинуть дальше чуть-чуть. Не, нормально. Все. Ему хватает вообще здесь и места, и всего. И оно у нас выгружается. И где наши тюки с травой появляются? Или это не сразу? Склад тюков. О, блин, я же сегодня ноутбук домой забрал. Надо карту обновить. А, тюки с травой вон появились. Солома у нас здесь типа россыпью. Понятно, прикольно. И сразу посмотрим, чтобы оно загружалось обратно. Оно загружается обратно. Да, я занялся херней. Типа привез-отвез обратно. Но просто посмотреть. Вообще, возможно, имеет смысл загнать и перевезти вообще всю траву сюда тогда. Все, все чистенькие. Красота. Ну что, погнали тогда тратить наши деньги. И зарабатывать еще их тоже одновременно. Кстати, известковалка пошла работать. Теперь здесь идеальный уровень PH везде будет. Сколько он его потратил? Вот он проехался, он вот тут вот чуть-чуть проехался и потратил аж 6 кубов. Да вы че? Но у него дозировка стоит, да, прям супер максимальная. Ему нужно плюс полтора. Или он же с нуля делает? Или оно даже просто не показывает таких значений? Короче, дохренища он тут тратит. О, так ты, друг, надолго здесь застрял. И ездить за известью будешь часто. Что мы будем с этим делать? Нам как-то потратить все на известь? Такое себе. Ну ладно, работай пока. Ладно, пофиг. Давайте купим новую возилку. Возьмем вот этого вот Лондини. Он у нас будет с новой возилкой теперь. Единственное, нам надо высыпать, выгрузить отсюда семена. Они у нас выгружаются на поддоны, но что поделать. Был почти полностью загружен. Давайте в этот склад выгрузим это все дело. Да, поддоны здесь ставить нельзя. Приходится держать на весу. Такие. Или можно? Нет, он видите, не выгружается. Его надо поднимать. Хотя надо было посмотреть, сколько семян влезет в нашу сейлку, которая у нас там стоит. Сейчас посмотрим. Нет, тут тоже почти полный бункер. Ладно, значит, ручками выгружаем. Это не проблема. Интересно, а тюки соломбобовых на нашем складе тюков будут работать? Нет? Все, последний выгрузили. Отлично. А ты, друг, тогда едь знаешь куда? Едь к дилеру в сервис. Там мы продадим нашу сейлку. А за вырученные деньги купим прицепчик. Хотя прицепчик можно купить уже сейчас. У нас есть целых 50 тысяч. Мы хотели взять что-нибудь маленькое. Я остановился вот на этом Рудольфе за 31 тысячу на 18 с половиной кубов. В общем-то, давайте его тогда и возьмем. Номерок ему махнем. Да, я до сих пор не поменял на косилке номера. Номер 62 у нас получается уже. Купить? Да. 31 тысяча. А, ну да, мы же рядом с сервисом находимся. Что-то я офигел с того, как он быстро доехал. И эту сейлку мы продаем. Она у нас 42 месяца уже отработала. 43 часа. 50 тысяч мы за нее всего получаем. Но что поделать. Трактор Лондини мы оставляем. Он у нас с этой возилкой будет справляться на ура. Брюс 50 километров в час он ездит, что тоже неплохо. Во, нормально. Давайте только этим товарищам тогда назначим новые парковки. Это парковка зерновоз мал. Если мне память не изменяет. Я решил сделать бздынь и бздынь. Назначаем. Едь, давай паркуйся. А известь уже закончилась. Ну, надеюсь, что 70 тысяч ему хватит. На посыпку всего поля. Хотя у нас еще будет прибавка небольшая с контрактов. Пока что мы их закрывать не будем, потому что гуртплей потом будет плохо тюки искать. И это все, что он успел посыпать. Почему у нас здесь вот такие вот дырки в PH? Какие-то прям нелогичные. Там же не какой-то особенный вид почвы. Да дайте вы мне пройти. Черт, еще и забор поставили. Посыпать удобрением он здесь посыпал. Уровень PH 0. Плохо. Прям 0. Вот здесь везде 4500. Известью посыпал и все равно 0. Почему? Давайте сделаем еще одну пробу. Давайте, кстати, посмотрим, как это работает по курсплею. Мне сказали, что работает, а я не проверял. Вообще не представляю даже, как это работает. Я так понимаю, ему здесь генерируется прям обычный курс. Рабочая ширина 46 метров. Да, мы ему 80 прописывали, по-моему. Ну давайте сгенерируем. Такой вот, простой. И с начальной точки его отправим. Посмотрим, как это будет работать. Если что, я тогда даже верну обратно старое значение, если оно само будет снимать эти пробы. Такой широкий, в принципе, нам и не нужен будет. Ну вот, отправляем. Оп, взял пробу. Ну, проехал дальше, только не видно вообще на мини-карте, что он где берет. Вид почвы. Вот он взял. А вот берет следующую. Взял? Да, взял следующую. Слушайте, правда, работает по курсплею. Берет, наверное, чаще, чем надо, но посмотрим, насколько хорошо он это сделает. Давайте его два ряда. Вот пускай он проедет. Два ряда. Посмотрим. Ну это прикольно. Это меня прям радует. Но вот эта фигня с уровнем PH мне вот не нравится совсем. На других полях такого не было. Вряд ли это из-за обновленного контракта на известь. Да? По-моему, вот эти островки уже были здесь. Есть подозрение, что он поедет вот так, и вот такие вот углы здесь останутся. Но посмотрим. Я слава, представляю просто, как он будет их перекрывать. И где наша вот эта вот, которая поливалка? Посыпалка известью. Она еще не доехала. Просто я боюсь, что мы здесь берем новые пробы, и это, соответственно, у нас убирает все значения почвы, которые были до этого. А значит, он не будет знать, сколько здесь сыпать. А не, он тут прям жестко перекрывает. Ну ладно. Давайте снимем его с маршрута. Взято образцов один. Почему один? Образцы отосланы. Погнали его парковать. Я до сих пор не сделал ему парковочное место. Но здесь ничего удивительного нет. Ладно, ждем этот образец. Почему взято образцов один, я не очень понимаю. И за сколько мы заплатим вопрос. Все, друг, 100 здесь отдыхай. Образцы почвы проанализированы. 2,380. Это явно не за один. И все равно СПА здесь дырки. Блин, это может эко-счет наш не выровнять как надо. Я вот за что переживаю. Ну ладно, мы, видимо, об этом узнаем только при сборе следующего урожая. Блин, он с таким расходом, конечно, здесь это все долго будет делать. Расход прям гигантский. И даже сейлку запускать смысла нету, потому что хотя 50 метров. Давайте он хоть одну полосу добьет, наверное. Ну вот, уровень PH плохо. Он сыпет здесь что-нибудь? Он даже не сыпет здесь ничего. Друг, я тебя на секундочку прерву. Погнали на тот участок. Он как бы сыпет, но как бы и не сыпет. Значений пока не найдено. Он даже прям и не видит, что оно тут есть. Допустим, если мы просто включаем разбрасывалку, она ничего не сыпет. А если мы вручную выставим дозировку и включим сейлку, точнее удобрялку, она что-то сыпет. Но на карте это вообще никак не отображается. А если мы встанем сюда, здесь все равно 0. Непонятно. Ладно. Ставим автоматическую. И с последней точки его отправляем тогда. Пускай идиот посыпает. Я же надеюсь, эта функция нормальная работает. А я первый раз так делаю. Но вроде нормально. Едет, по крайней мере, в нужную сторону. Да, продолжил дальше посыпать. Все хорошо. Я вот сейчас думаю, почему он там подумал, что 46 метров. Если у нас как бы радиус 80 мы рисовали. Я не помню точно сколько, но 80 с копейками. В таком случае он должен был предложить там 160 где-то метров. Ну ладно. С учетом того, что это работает, я потом верну обратное значение. Будем отправлять по курс-плею его. Посмотрим, когда поле новое купим. Летом, скорее всего, это сделаем. Если мы насобираем, конечно, денег. Там так-то миллион восемьсот надо. И это вообще и планируется следующей покупкой нашей. Кстати, раз у нас появилась новая возилка. Давайте. Стал он, конечно, ну так себе. Ну ладно. Я думаю, надо запустить производство семян. Мы сюда уже завезли пшеницу. Еще нам надо электричество, которое тоже уже сюда поступило. И надо еще немножечко удобрений. Удобрений у нас уже немножечко есть. А это немножечко, это аж 12 кубов. Давайте мы 10 кубов сюда привезем. Берем нашу возилку тогда. Устанавливаем предел заполнения на 10 тысяч литров. Ну вот так вот. Отлично. А что это самое сюда? А, он, наверное, заправиться приехал, да? Пусть заправляется. И ты, друг, у нас поедешь, загрузишься удобрениями и выгрузишься на производстве семян. И повезешь туда удобрения. И всего один раз тебе сделать. И потом ты вернешься и припаркуешься. И все будет огонь. Ну и линию мы тогда эту включаем. Она теперь работает. И пускай работает. Протравители семян не появилось даже... А, появилось. На один день 15 часов в самой нижней строке у нас закончатся семена. Но мы туда один ман отвезли. Нормально все, в общем. Ну и ланец это, да, друзья. На этом давайте мы эту серию закончим. Я за кадром, друзья. Добью вот это поле. То есть оно сейчас здесь посыпется известью. Я запущу сюда еще работать сейлку. Хотя можно и сейчас запустить. Он уже на второй круг пошел. Да. Посмотрим, хоть сработает это или нет. Сейлка, здравствуй. Сейдь, ты поедешь траву? Я, кстати, еще на этот трактор изарию поставил. Вроде как не надо. Это только для таких вот удобрялок надо, да? Для поливалки и для вот то, что у нас есть удобрялка. Но на всякий случай пусть будет. Так вот, поедешь ты на поле номер 45. Включишь курс плей. Припаркуешься по завершению, разумеется. И вот отсюда ты начнешь работу. Две поворотных полосы, можно даже три. С острыми углами. 45 метров у него будет. Тут уже столько даже известью посыпано. Так что все путем. Единственное, вот этот угол мне не очень нравится. Здесь иногда люди застревают. Все, погнал. Ну, смена частота сева трава такого не имеет. Поэтому будет, видимо, стандартная. Но мы посмотрим, будет ли вообще идти посев. То есть перекультивировать, а потом засеять. Это точно можно. Вот прямо именно такой сейлок. И это вопрос. Так вот, друзья. Добью вот эти вот контракты. Производство у нас, в принципе, все обслужены. Удобрения туда уже приехали. На протравку семян. И хватит их надолго. Они вообще из списка исчезли. А линия с дегистатом, разумеется, с производства удобрений выключится. Потому что, ну, не для этого дегистат у нас тут. С полем нашим разберемся. И в мае тогда с вами встретимся. И будем смотреть, что к чему. И строить какие-то дальнейшие планы. Вон, наша сейлка уже почти приехала. Сейчас он, правда, еще туда вот развернуться съездит. Такой вот у него путь. Реально, на известь сейчас денег не хватит до конца поля. Надо быстрее контракты добивать. Что это у нас здесь? Мульчер нормально не прошелся. Но это ладно. Здесь тоже угол не острый. Вот здесь мульчер прошелся, но не прошлась удобрялка. Посыпалка известью. Да, не все так классно, как хотелось бы. Может, углы острые сделать самому? Ну, давай. Раскрывайся и погнал. Ну, все у тебя нормально будет, да? Уровень PH становится плохо. То есть, он тратит известь. После посева, наверное, нельзя, да? Или у нас здесь переломный, скажем так, момент. А, у нас здесь просто вот это вот окно. Все нормально. С известью тоже все хорошо. Если оно не пересеется и культивация-то не сработает, мы хотя бы удобрим это все дело. Хотя сейчас посмотрим, тратятся ли семена. Как минимум удобрим, хуже не сделаем. Если культивация у нас не вырастет здесь, то я тогда хзшу делать. Можно будет тогда это поле просто перекультивировать, засеять здесь какую-нибудь условную канолу, собрать ее, а после этого засеять траву вот этой сеялкой. Тогда все будет классно. Тоже вариант. Так, вопрос, тратятся ли семена. Походу, не тратятся. Да, семена не тратятся, видимо, оно просто удобряет. Но, может быть, поле посчитает, что он здесь прошел с этим самым культиватором. Короче, пускай катается, хуже не сделает. Пока мало сделал, но не растет здесь, в общем-то, культивация. Ладно, может быть, тогда действительно канолу на год посадим здесь. Почему бы и нет. Или что-нибудь, там, пшеницу какую-нибудь, чтобы дохренище пшеницы было на семена с запасом. Посмотрим. Ладно, друзья. На этом, в общем-то, мы заканчиваем тогда. Встретимся в мае. Если не хотите ждать следующую серию долго, то на Boost ее можно уже посмотреть. Тем, кто меня уже поддерживает на Boost, ребята, вам огромнейшее спасибо за это дело. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok